Доброта. Итак, доброта это социальная сила человека. Что это такое? Природная склонность видеть хорошее качество. Вот все люди хорошие. Природная склонность. Допустим, мы сегодня бегали и мы людям включали счастье вам и так далее. Некоторые не обращали внимания, некоторые отвечали улыбкой. Доброта проверяет человека. Сразу действует на три категории. Вот ты кричишь, я желаю вам счастья. Он такой, знаешь, он невежествый. Я бегаю, ничего страшного. Он постепенно станет лучше. Ему нужно время. Нехорошие, но пока еще не понял. Другие люди замечают, как будто тебе ничего не сказали. Они в страсти. Тоже не трогай их. Они неправильно живут. Ничего страшного. Наладится постоянно. А если люди улыбаются, то кого-то улыбай сильно подверг. Вот и все. Сразу все разделилось. Если ты по добрую позицию выбрал человеку, то сразу все понятно, как человек обвести себя. Допустим, я близкий человек в страсти находится. Он сильно занят деятельностью. Ему некогда с тобой общаться. У него дела. У него учеба. У него развитие. Вот. Значит, не сможешь ты с ним строить близкие отношения сейчас. Ну а если люди находятся в страсти, значит молитвой о свеченной пище. Сегодня моя жена рассказывала, как она влияет на меня с помощью пищи. Я вот это вспомнил тоже. Это интересная тема. Я для себя узнала одну вещь. Это для меня было очень необычно. Ну потому что, в принципе, я хорошо разбираюсь энергией в том, как и что делать, допустим. И у меня бывают ситуации, когда я очень устаю, и у меня усталость влияет на сон. Я не могу заснуть. У меня есть всякие камешки там, браслетики, чтобы спать. Ну и бывает, что ставлю камешки, браслетики, все равно не могу заснуть. И разок вот такая ситуация была. Я приехал, как бы лег спать пораньше, не могу заснуть. Все, встал, еще жена не легла. Я говорю, я не могу заснуть. Она говорит, сейчас заснешь. Взяла, короче, стакан воды просто. Стакан воды. И начала, как бы, вот так, поставила перед собой такая, помолилась сначала, прославила Господа. А потом такая, она мне рассказывала, что она потом говорила. Она говорила, это для того, чтобы мы с ума, засну, снаем, успокоимся, отдыха. И так как женщина, это же энергия, она наполнила стакан этой энергией. Я беру, пью. Вот ощущений никаких нет, просто вода. Выпиваю воду, проходит пять минут, и меня просит, я прям. Как будто я снотворно выпил. Пошел и сразу отрубился. Вот так, представляете, женская энергия поддействует. Если вы там, допустим, пищу с молитвой приготовили, молитесь к Богу, то у мужа все плохое, вообще очищается. Вот это невежество энергии, невежество и страсти, они от пищи. Потому что пища – это подсознательная вещь. Вот, допустим, вы мужу говорите что-то, он пропускает через свое сознание. Означает, он решает менять себя или нет. А если вы молитесь над пищей, думайте о Бога, славите Бога и, допустим, именно энергию доброты, потому что на другую энергию у всех людей блоки стоят. То есть, пускай он будет хорошим, добрым, ласковым, пускай у него все наладится, пускай он будет смелым, сильным. Вот так вот начинайте говорить над пищей. Это действует настолько сильно. Вот мужчина ест, и у него все внутрь пошло, защиты никакой нет. И он меняется. Понимаете, да? Доброта означает силу. Вот эта вторая сила человека, которая все налаживает в его жизни – это социальная энергия. Эта доброта означает способность, природная способность видеть людей хорошее. Причем люди бывают трех категорий. Есть хорошие люди, которые сами об этом не знают, это невежественные люди. Ничего страшного, они узнают о такой решении, что все у него впереди. Вторая категория – это люди хорошие, но при этом зашоренные своими желаниями, то есть им надо квартиру, им надо машину, они на этих желаниях очень сильно зашоренные и не могут нормально жить без этого. Не могут общение, строить отношения, потому что они зажатые внутренние желания. Это называется жизнь страсти – сильно зажатые желания. Светценная идея. Мне нужно очень сильно машину. Или мне нужно очень сильно еще дополнительную площадь в квартире. И вот человека родителя живет, пашет, пашет, у него свет ценный день, он не может общаться с детьми, не видит белого света, не видит жену, все у него постепенно валится, валится в жизни, из-за жертвы, из-за жадности на одном этом желании. В результате он получает квартиру, не теряет все остальное в жизни – здоровье, жену, детей, все. И он думает, зачем мне тогда нужна эта квартира, если у меня уже ничего нет. Но это твой выбор был. Не надо так сильно сосредоточаться на каких-то желаниях своих. Понимаете, это очень опасно, это разрушит всю твою жизнь. И людям страсти, им нужно просто… не хватает доброты. Нужно вкладывать, вкладывать в них доброту. И постепенно человек приходит в благости. Но вот интересно, что эти люди в благости, они способны начинать побеждать судьбу. Как это вообще начало победы над судьбой вообще в жизни отмечается? Все люди на земле, все до одного, всегда хотят менять других людей. Запомните. Это означает, что еще благости нет. Даже если человек духовной практикой занимается и хочет всегда менять вокруг себя всех, это значит, что у него благости еще внутри нет. Он в страсти находится, в невежестве. Человек может даже молиться Богу и жить в страсти и невежестве. Начало благости ознаменуется тем, что у человека пропадает вот это чувство, что именно изменение людей вокруг ему поможет в жизни. Он начинает реально понимать, что поможет только изменить ей себя. Понятно? Вот это и есть благость. Благость с этого начинается. Сейчас песенку послушаю. Секрет достойный, но я не знал и вечно счастье здесь искал. Утро и поклонник, и блаженство. Я миром удался и сменить, мечтал меня начнуть любить. Видел мы там целый сон и совершенство. Прощай, по-доброму относись. Никогда не отдавайся на провокацию. Если тебя пытаются что-то, грубо-грубо жестко с тобой поступать, пытайся по-доброму все решить. Всегда двигайся в это направление, это подведоносное направление. Оно приводит к победе всегда, всегда, всегда и везде. Вот это подведоносное направление, вот так вот побеждает все добротой, оно всегда основано на сине. Если человек с природой не дружит, у него нет силы, то он не может быть добрым. Собака бывает хусачий, только в жизни собачий. И он напряжет постоянно, ему плохо, обидчивость, ранимость, жесткость, категоричность, нет сил. То человек всегда злой. Те, кто пробежали сегодня, они отметили, что как-то спокойно, доброе внутри стало. Поднимите, кто это почувствовал? Кто пробежал? Спокойно, доброе, радостно. Да? Расслабилось, хорошо. Спокойно, доброе, все. Вот это наполненность означает. Вот ребенок маленький, когда наполнился, он до этого он беженый такой, он беженый сильно. Вот. Мама, я кусь и всю разу. Стал добрый. Человек наполнен, он стал наполнен. Вот чем взрослый человек от ребенка отличается от неплости? Да ничем. Если что-то злой, значит, не наполнен. Не то, что он злой, просто у него нет силы. Пожилые люди бывают такие, знают, идет какой-то. Нет силы. Напряженный человек, значит, нет силы. Значит, не хватает длительного движения, статических упражнений. Постанавливает. В силу этой вещи. Человека расслабляет. Дальше, следующий этап – это доброта. Три шага до счастливой жизни. Первый шаг – природа. Второй шаг – доброта. Доброта означает учиться служить людям. Ведь смысл не в том, что мир менять. Нужно главное понять, что нужно всем служить. Нужно не мир менять, а цараться. Помогать в этом мире. Служение – это бесплатная вещь. Не то, что тебе надо деньги, деньги, деньги отдавать. Нет, отдавай просто свое настроение. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Здравствуйте. Добрый день. Пускай у вас все будет хорошо. Мы вот сегодня перешли в клинику. Ну это, сопли здесь давали на коронавирус. Вот. Сейчас это, так называется, культурно ПЦР-тест. А вообще сопли как-то на коронавирус. Вот. У меня там поискали сопли. У Максима тоже во рту. Вот. Но мы когда туда пришли, мы начали всех смешить, шутить с ними. Все смеются такие, радостные. Все. В этом смысл отношений. Пришел куда-то, всех развеселил, чтобы все счастливы были. Посмеялся, пошутил. Вот. Сотли накрутили, теперь на балочке пошел. И дальше. Я думаю, вот так вот на нашел. То есть, по-доброму. Понимаете? Доброта – это не стиль поведения. Попытайтесь это понять. Это сила человеческая. Чем больше вы служите людям, тем больше это силы. Чем больше, тем больше. И потом доброта – это такая речь колоссальная. Допустим, идешь через границу, переходишь, у тебя там какие-то проблемы. Доброта и проблем нет. Дальше. Дальше. Познакомиться с человеком – какая-то несовместимость, доброта и несовместимости нет. У меня, допустим, есть одни знакомые, они жили долго вместе, решили сделать пироскоп и проверить совместимость. И островок говорит, ну нет у вас никакой совместимости. Они просто добрые. Они вот по природе, вот они работали много над собой, вот вы добрые, они всегда договариваются, общаются. И никакой совместимости, кажется, и не надо для нормальной жизни. То есть нужна доброта просто. Вот доброта есть, и ты со всем другим человеком поладишь, решишь все вопросы, вот и вся совместимость, понимаете? Нужна просто доброта. Доброта – это сила, которая дает возможность жить с другим человеком. Что значит доброта? Означает, что ты терпишь его, обидчивость, гнев, как ты терпишь? Переотвращаешь внимание. Доброта означает природная способность видеть духовное, чистое в человеке. Вот смотришь на человека, видит чистое в нем светлое. Понимаете? И он потом отдает взаимностью тоже, через какое-то время. Угу. Доброта означает способность видеть. Вот он как бы, собака, допустим, гавкает на тебя, а ты ее видишь по-доброму. Даже собака не может с тобой ничего плохого сделать. Я вам рассказывал про собаку историю, когда я по-доброму собаку присутствую. Эксперимент такой у меня был в Омске, там есть такая большая собака, у моих друзей или нету, в доме у себя поселили, а у меня собака такая. Есть собаки, как бы, ну, как бы, такие... маленькие собаки. Ну, такие они гавкают. Вот. А есть собаки большие, такие очень большие. Понимаете, они гавкают вау, вау. Ну, так очень круто, понимаете? Ну, то есть, ну, так же, ну, как вау, ну, шиги. И ты, как бы, у тебя как-то... Что-то сразу в кишечнике происходит. Ну, так сломить или не надо пить? Один раз кто-то... Она еще, главное, она такая вот, она на цепи разбегается со всей сего такая. На цепи такая. Цепь такая, напрягается, как бы, берется такая. Будка там шатается. Вау! Ну, это она тебя увидела. Ну, у меня сразу руку так... Ну, как бы, вроде бы, сдержал все. Ну, интересные ощущения сразу вложения. Ну, я, как бы, знаете, я, как бы, я же экспериментатор. Мне надо, как раз, вызов такой энергетический я получил от собаки. Ну, ладно, я же про доброту рассказываю. Значит, сейчас буду тренироваться на собаке, больше не с ним. Все вроде меня любят. Вот, пошел к собаке. Приехал, все, чемоданы поставил. Там готовят они еду, посвящают. Пошел к собаке. Меня увидел ребят. Уау! 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 А ее собаку звали Карна. Карна. Такое санскритское слово. Вот. И я говорю по-доброму. Карночка. По-доброму вижу в нее душу, стараюсь видеть душу. Она испугалась такая, она прикладывается еще больше. Вау! 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 Ну, то есть, я Карночка. Вау! 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 В Она этого чувства не понимает, потому что ей надо обязанности выполнять хозяину, всех пугать, обязанности чтобы накормить. Но она чувствует, что, опять же, очень ответственная собака. Вот, короче, что произошло дальше? Дальше произошло следующее. Когда мы выходили на улицу, я шел на лекцию и просто на нее смотрел и улыбался. Собака сразу забегала за будку, резко забегала за будку и из-за будки выглядела. Гаркать ей не хотелось, потому что она чувствовала, что вдохновения на это нет, потому что я ее как бы передобрил. Гаркать уже энтузиазма нет. И как бы в глаза смотреть тоже тяжело, потому что нагаркала слишком много. И она забудет. Меня увидит и забудет, смотрит и забудет. И видно, что это просто вот добрая душа такая, которая в тело собаки попала. Кто-то не понимает, как правильно просто, и все. Вот представляете, эта собака вот она в теле собаки. Вы что думаете, ваш муж куда что-то? Однозначно, если вы с ним потом, он быстрее в будку будет забегать. Как бы гавкать уже будет из другой комнаты уже. Потом вообще молчать начнует. Смотреть и все впереди. Потом постепенно все наладится. Доброе отношение. Все постепенно все наладится. Но доброта означает, что все время, каждую секунду заставляет себя видеть в нем что-то хорошее. Ну что в мужчине хорошее? Ответственность. Вот он, допустим, работает, каждый день деньги приносит. Серьезно относится к семейной жизни. Допустим, не хочет вас бросать. Вот, допустим, он пришел и говорит на вас, а он работает каждый день, он работает, он мне деньги приносит, а он бросать меня не хочет. Напоминаете себе об этом. Это называется доброе отношение к мужу. Вот вспоминаете его хорошее качество. И когда вы это вспоминаете, вы переключаете свое сознание на доброе качество и указаете это. Желание мучить вас, злиться, указаться. Это называется доброта. Доброта – это самая победоносная сила в семейных отношениях. Доброта означает знание и сила, как правильно себя вести. Сила идет от энергии природы, от добрых людей. Если вы с людьми заботитесь, заботитесь о людях, вы купите себе вот способность видеть хороших людей. И у вас появляется стойкая такая сила, способная переносить удары каждой судьбы. Когда, допустим, к вам милиционер подходит. Ваша доброе отношение. Вы – конечно подобное. Не то, что листите, а он смотрит подобное. Да. И нас нравится на него, как на хорошего человека. Он сразу – такой. Становится просто нормальный парень из милиционера. И такой говорит – все, езжайте дальше. Всего доброго. Почему? Он проверил вашу доброту просто. Он говорит – да, уж на вас. Все нормально. И идите дальше. Так вы будете жизнь всегда испытывать.